Такая интересная новость по поводу того, что европейский ЕСПЧ заявил вдруг России, что Навальный должен быть немедленно освобожден. Да, есть такая новость. Причем я бы сказал, что это второй случай, известный мне в истории человечества, когда ситуация безвыходная. Первый был, по-моему, в Новой Гвинеи, там племя Чимбу захватило одного из самых известных миссионеров. А поскольку это был действительно очень влиятельный и на хорошем счету миссионер, то немедленно к деревне Чимбу были подтянуты необходимые войска с другими миссионерами. И захваченного миссионера предложили выдать, немедленно и без разговоров. Вожди Чимбу долго, значит, чесали репу, а потом сказали странную фразу на своем языке Чимбу. Мы им с вами поделимся. И подмигнули. И действительно, через полчаса они накрыли столы. И начали угощать. Можете не продолжать, мы догадались. Да, совершенно верно. То есть, вот, заклание они произвели еще накануне. И просто долго готовили. И на тот момент, когда их попросили вернуть миссионера, миссионер уже мог быть возвращен только в виде там всяких ребрышек, маринованных почек. О, пальто упало, если кто... И всего остального. Кстати, давай поговорим, у нас еще есть тема фонарики. Вы когда узнали о том, какая планируется акция, скептически к ней отнеслись? Оль, ты знаешь, я думаю, что наследники Смуты, Пугачевского бунта, октября 1917 года вообще были эту идею с айфончиками и фонариками воспринять в высшей степени скептично должны. Вот, Навальнинцы, замечательные ребята, организаторы этой акции. Я не сомневаюсь, что у них все получится. Все, кроме революции. Дело в том, что мятежу можно простить все. Кровь, грабежи, расстрелы, простительно все, кроме нарушения законов в драматургии и затянутых антрактов. Вот этого не прощает ни одна революция. Антракты вообще штука опасная, потому что артисты за время антракта, они накушиваются коньяка, а зритель, свинья такая, он теряет программки, сдает бинокли и начинает потихонечку разбредаться, когда антракт затянут. И если уж делать было такую трудно объяснимую паузу в акциях, то следовало оставить, подвесить ситуацию на той высочайшей эмоциональной точке, на которой она находилась после последнего шествия, последнего наиболее кровавого и страшного митинга, и заполнять этот антракт умелым, умным, непрерывным нагнетанием протестной фактуры и протестной мифологии. Навальницы чудесные ребята, но они, оказывается, нифига не понимают в вопросе, потому что вот представь себе ситуацию, когда после схватки усады Тюльвии, а еще лучше там после Ночи чудес так называемой, Робеспьер вдруг говорит, все, ребят, расходимся, каждый запирается в сортире и в знак протеста повязывает большой бант в горошек. И молча сидит с этим бантом в этом сортире несколько суток. Вот надо еще, они не знают просто секрета, что революция, она всегда, она всегда поразительно близко, она всегда на расстоянии вытянутой руки, она только кажется чем-то далеким и несбыточным, на самом деле она всегда гораздо ближе, и она, и она очень охотно идет на ручки. Она вообще очень ласковая тварь тому, кто умеет с ней обращаться. Но пока поле боя, в общем, боем откровенно осталось за диктатурой, и обезглавливание протесту даром не прошло. Волков очень неглупый обаятелен, но он не знает технологий, а Навальный, в принципе, конечно, вел бы себя умнее, но у него сейчас он занят другими, более камерными вопросами. Но там он проявляет себя на всю катушку. На всю катушку, если вот я, главное, беспокоюсь, чтобы ребрышки его не подали бы в Европейский суд по правам человека. Но в данном раунде, вчистую проиграв эмоционально, идеологически, путинизм ситуационно победил. Вот вы понимаете, да, что я эту руку, его поднимаю с откровенным умерзением. Но, тем не менее, поднимаю, потому что это объективно. И трезвая оценка ситуации выглядит так. Вот обратите внимание, там сейчас уволили бедную милиционершу за то, что она изображала ртом долго в ТикТоке пуканье, что якобы она компания... Да когда-то она не пуканье изображала это, они пытались исполнить победный марш, просто коллеги не подхватили, и она выглядела так одиозной, так смешной. Александр Георгиевич, ну ведь это очень глупо. Оленька, они не давали никаких, собственно говоря, обещаний умнеть. И ожидать от них... Жаль. Нет, нет, Оленька, знаешь что, давай вот как бы каждому свое, как было написано на воротах известного учреждения. Вот мозги и ум к ним точно никакого отношения не имеют. Но вы говорите, победили. А смотрите, как позорно испугались фонариков в айфоне. Ой, они не просто позорно. Все клоуны Госдумы, они даже перед этой акцией показали совершенно фантастически невероятный страх. Причем именно иррациональность этого события, его безобидность почему-то вызвала максимализм этого страха. Ужас был предъявлен, вот в частности, Петчика Толстой. Как он хорошо начинал? Он начинал просто с дубовой коры. Но вот знаешь, к любой истории болезни всегда прилагается, если болезнь как бы специальная, прилагается как бы набор рисунков. И поэтому набор рисунков всегда можно определить течение болезни. Рисунки становятся все более и более трагическими, неразличимыми и идиотскими. Вот у него примерно такая же история, когда он от простой дубовой коры перешел уже к тому, что это были сигналы для немецких бомбардировщиков и мессершмитта.